Нет ничего лучше, чем свидание среди картины и экспонатов. Посчитали сотрудники музея Бурылина и пригласили ивановцев на тематическую экскурсию ко Дню влюбленных. Маршрут построили таким образом, чтобы пары узнали самые яркие истории любви персонажей вымышленных и героев реальных. Экскурсия начинается с рассказа о чувствах героев римской мифологии, дочери царя Психеи и сына богини Венеры Амура. Эта история должна научить влюбленных терпению и доверию. Я считаю, что это самое романтичное место, где люди могут провести этот праздник, прийти и послушать действительно какие-то интересные истории любви, любви из прошлого. То есть это прекрасная альтернатива, например, похода в ресторан или другим, привычная для всех людей проведение этого праздника. Экскурсия продолжается у картины, посвященной героям Древней Руси, князю Владимиру и его супруге княжне Рагнеди. Подавляющее большинство слушателей сегодня существа более романтически настроенные. Девушки с кавалерами в музее проблематично. Единственная пара на экскурсии – семейная. Поход в музей – подарок от Екатерины Александру ко дню влюбленных. Мы недавно были в кино и получили массу негативных эмоций от фильма, не будем его называть. И сегодня мы решили позарядиться положительной энергией, посмотреть историю великих героев, кто испытывал такие вот светлые, сильные чувства. Любовь же – это самое, наверное, сильное чувство. Позарядиться энергией. На экскурсии посетители узнают о любви итальянского поэта Франческо Петрарки и его прекрасной музы Лауры, взаимоотношениях Льва Толстого и его супруги Софьи Александровны и трагическую историю чувств последнего русского императора Николая II с женой Александрой Федоровной. У влюбленных ивановцев будет еще возможность сходить на свидание в музей. Экскурсию планируется повторить в воскресенье 19 февраля. Ведь ни для чувств, ни для жажды знаний не нужен особенный день. Подойдет любой. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.